От Череповца конца 19 века осталось немногое. Сейчас можно говорить, что это было детство города. С того времени население увеличилось в 70 раз. Дома выросли в многоэтажки, берегашек сны объединил мост. Заглянуть в прошлое в лица предков можно на фотовыставке в доме музея Ивана Милютина. Она открылась сегодня. Историки говорят, что Череповец хоть и был провинциальным, взаурядным не был. И посмотреть тут есть на что. Революционный период – это, наверное, город именно такой вот интеллигенции. Потому что все-таки на 5000 населения приходилось где-то 1200 учащихся. То есть каждый пятый житель Череповца учился. Я бы так сказал, уникальность Череповца в том, что это был, наверное, такой не захолустный городок, это был город провинциальной интеллигенции. Фото в то время было удовольствием малоизвестным и очень недешевым. С пожелтевших пластин на посетителей смотрят богатые и прогрессивные люди Череповца того времени. Династии купцов Волковых, Пивушковых, Столяровых, Куприяновых, Красильниковых – их родственники и друзья. В музее говорят, что тогда фотография была делом действительно трудоемким. Фотографии того времени, конечно, требовали огромных усилий со стороны самого фотографа и со стороны того человека, который фотографировался. Поскольку процесс был длительный, нужно было очень долгое время стоять довольно непринужденно, как мы видим на фотографиях, в одной позе, для того, чтобы был совершен один единственный снимок. История череповецкой фотографии насчитывает почти 120 лет. И с самого начала она была профессиональной. На снимках можно найти то же, что у современных фотохудожников. Точно выверенную композицию, громадное освещение, внимание к деталям. Абсолютное большинство фотографий семейные, такие же, как и в альбомах у нас дома. Чтобы подчеркнуть связь времен, выставку назвали «Повседневная жизнь дореволюционного Череповца». Продолжение следует...